Доброе утро, девочки мои! Я вам снимаю пух. Вот этот на дереве. Ну, что делать? Я проснулась с полпятого, а уже сейчас пять часов, и я что-то птичек не слышу. Ну, где-то, где-то там иногда кто-то черекнет. Странное это дело. Дождик вроде не обещали. Какая-то тишина подозрительная. А к чему бы это? Непонятно. Еще раз доброе утро, девочки мои! Я сейчас просто дверь приоткрыла для того, чтобы немножечко хоть какой-то, хотя сквознячка почти нет, но легкий-легкий есть сквознячок. В общем, с утра пораньше, пока не жарко, я решила сварить компот. Компот уже остывает. Сейчас я поставила варить кашку, манную молочко поставила, главное не прозевать. Решила на завтрак сегодня кашку манную для разнообразия себе сварить. Вот. И еще я уже там размораживается у меня кусочек ребрышек из ребрышек, которые покупала, хотя там костей почти нет. И все-таки решила я в мультиварке приготовить сегодня соус. Ну вот этот суп. Кто-то говорит, что это не соус. Для меня это соус. У нас в Ростове этот соус называется. Короче говоря, мясо с картошкой и туда еще лук с морковочкой. В общем-то и все. И вот немного бульончика. Такой, ну как бы он не сильно жидкий, бульона так немножко, чтобы было в мере. Ну я думала, что из мяса приготовить. Думаю, опять жарить, но вроде как бы жиденькое хочется. Чуть-чуть с бульончиком. Думала приготовить борщ. Ну что-то мне в такую жару возиться неохота. Вот это ж вот все надо нарезать. Туда-сюда решила борщ я в следующий раз свой. А сейчас я сварю соус. Вот. И в общем-то сейчас пока еще утром, пока немножечко еще свежо, пока прохладненько. Я решила быстренько приготовить все, что мне нужно. А потом уже как-то проветриться все. Ну и потом уже буду закрывать попозже все двери, окна и сидеть под сплетом. Вы видите, как жарко. Я вот в легком сарафанчике с бретелечками. Так что уж извиняйте, что настолько раздетая перед вами. Но жара, а что делать? На пляже еще и не такие раздетые мы ходим. Да? Вообще. В одном купальничке. Вот. Но я не в купальничке, я в сарафанчике. Так. Что я хотела еще сказать, девчата? Уже не помню, что хотела сказать. Ладно, скажу попозже. Мне главное молоко сейчас не проземать надо. Все, манку я закинула. Теперь надо помешивать. Вон она стоит. Я, кстати, хотела сказать. Я вчера помыла вот тут плиточку. Чистенькая вытяжка. Помыла печку. Все помыла, ничего не снимала. И потом читаю в комментариях. Одна подписчица пишет. Снимите уборку. Думаю, ну вот. А я уже убрала. Но я думаю, не всем это нужно, чтобы видеть, как я там уборкой занимаюсь. Хотя, может быть, чуть-чуть и сниму, подсниму что-нибудь. Мне просто быстрее убирается, когда я ничего не снимаю. Потому что пока камеру, пока свет поставишь. Вот это все. Так, ладно. Вот так вот я варю кашку мамную. Сейчас мы опять покипит. И все готовенько будет. Так, мои хорошие девочки, девчонечки. В общем, короче говоря, я кашу сварила. Решила уже не останавливаться. Потому что все-таки 7 часов еще нет. Сейчас сколько времени? Без 27, да? А уже становится жарковато. И хотя я щелочку сделала в дверях, чтобы немножечко сюда ветерочек доходил. Все равно уже чувствуется жарко. Ну, поэтому я обычно летом, знаете как, вот уже днем, когда сплит, все закрыто. Ну, готовить не очень охота. Ну, редко когда там, если очень надо, могу приготовить. И вечером не хочется готовить, потому что потом в духоте спать. Тут и так перед сном не знаешь уже, как проветрить, чтобы... Ну, не проветрить. Проветрить не получается, потому что душно. Я окно открываю только в 9 часов вечера. А до этого времени сплит. Ну, у меня потому что солнце садится перед окном. И оно греет, так сказать, стену, окно, все такое. Поэтому, поэтому так поздно. В общем, короче говоря, жара у нас началась прям сразу. Я как-то так помню, что, по крайней мере, утраше... Ну, в основном, в основном, конечно, где-то до середины июня уж, по крайней мере. А бывает такое, июнь очень жаркий, когда и до конца июня сплит не включаешь. А вот июль, август, это уже такие жаркие месяцы. В общем, а сейчас у нас вот даже в конце мая, можно сказать, я уже сплит включила. Так, короче, что я тут делаю? Что я тут ваяю? В общем, соус сделаю. Взяла кусочек мяса. Кстати говоря, вот этот кусочек, в нем вообще нету ни одной косточки. Вы понимаете, какие ребрышки мне выбрал. Мясник хороший. Молодец. Так, я тоже молодец. А вы тоже молодцы, потому что смотрите мое видео. Так, читала я вчера комментарии, вчера выпустила видео. Спасибо за добрые комментарии. Так, масло я налила, девчата. Морковка, лук, все, я туда кидаю. Включать надо уже, наверное. Сейчас, пока она разогреется. Ну, она быстро, правда, у меня разогревается. Вот это вот. Я сейчас мясо нарежу. Так, оно же вроде бы у меня в холодильнике размораживалось. Ну, внизу. Я обычно, когда собираюсь что-то готовить, я сверху вниз опускаю. И оно до утра в холодильнике отходит от морозилки. Ну, оно еще тверденькое, но уже режется. Ну, такое мясо удобнее резать, честно говоря. Так, вот мне нравится то, что вот это вот с ребрышек, то, что вот эти вот прослойки, видите. Оно тогда мясо, его хоть жарить, хоть варить, оно сочное внутри получается. Вот для шашлыка такое мясо просто супер, супер идеальное получается. Так, что тут у меня жир, вот этот вот, я его вырежу, не хочу. Много слишком жира мы не будем есть. Так, вот так. Вот хоть такая рань, хоть у меня и приоткрыта дверь, но я не одна такая. Я слышу, там еще кто-то шевуршится из соседей. Ну, а что жарко, мы тут все свои, как в деревне. Ладно. Так, у меня там, почему еще не греется? Я нажала сюда. Наверное, не нажала. Так, ладно. Ладно, ладно. Вот и все, девчата. Вот сейчас я вот это дело приготовлю, да. Хочу кусочки побольше. Почему-то мне такие хочется, большие кусочки сюда. Какие-то вот такие. Сейчас я приготовлю и что? И надо немножко отдохнуть, поваляться. Я все-таки рано проснулась сегодня. Посмотреть телевизор, что там, новости какие. Вот. Я думаю, что мне скоро уже придется все-таки сплит, наверное, включать. Хотя очень не хочется. Потому что сквознячок очень-очень слабенький. И все-таки жарковато. Хотя постараюсь оттянуть как можно дольше. Вчера сплит включила, пол-двенадцатого. Обалдеть. У меня до восьми вечера где-то работа. Летом то открывала, то закрывала. Ой, какое мясо симпатичное. Я прям не могу. Прям ужас какой мне нравится. Красивое мясо. Девочки, смотрите, какая красота. С такими полосочками. Прямо супер. Так, ну что, сейчас лук-морковку обжарю. Потом вместе с кусочками обжарю. И вот я уже почистила картошку. Сейчас ее порежу. Собственно, и все бульончиком залью. Так, водичку надо вскипятить. Так, все. У меня мясо тут немножечко уже обжарилось. Теперь я уже порезала картошку. И отправляем сюда картошечку. Оп-па. Хорошо. И можно это залить уже сразу. Брагулой. Так, а выключить режим жарка надо? Нет, конечно. Конечно, надо. Так, режим жарка я выключаю. И все. Сейчас включим режим суп. Закрою крышкой, уже жар не будет идти так. Ну и все. А потом соль попозже уже. Соль, перец, лавровый лист. И в конце зелень. Больше ничего не надо сюда. Доброго утречка всем, мои дорогие. Чего у нас сегодня? Тишина, штиль. Ну, вообще не штиль, но легкий ветерочек. Но ветра почти нет. Без 15.7 утра уже. На улице 23 градуса. В комнате 28. В общем, жарко, душно. Вчера целый день под сплетом провела. Сегодня будет то же самое. Сегодня 33 или 34 градуса. Короче говоря, жара у нас. Добренького утречка еще раз, девочки мои. Так, ну что, у нас сегодня суббота. Я уже с утра жду Настю. Скоро Настя придет. Я уже помыла клубничку. Кстати, вот эту клубничку я уже брала. По 280 рублей. Вся хорошая. Вся хорошая. А по 100 рублей, это которая там уже похуже. Но я взяла по 280. 80, короче, хорошую. Приготовила внучку. Надо же чем-то угостить. Она завтракает дома. Потом вот она приходит ко мне. И где-то у меня минут где-то 40 примерно находится. И потом мы с ней уже выдвигаемся на тренировку. Поэтому она будет уже, как говорится, придет ко мне сытая. Но всегда знает, что бабушка чем-то ее угостит. Я, кстати, вчера сварила очень вкусный компотик. Яблочко. Вишня у меня была замороженная. И ложечку туда малинового варенья положила для аромата. Вкусный компотик получился. Я вчера его пила. И, кстати, соус у меня получился очень вкусный. Я вчера остановилась на том, что я соус туда положила и забыла. Поставила режим на час, режим суп. И он у меня там приготовился. Вот такой вкусный получился соус. Вот. Ну, а что у меня? С утра уже жара, девочки. Кстати, почитала ваши комментарии. У кого что? У кого-то тоже уже жарища такая сильная. Но что делать? Надо перетерпеть. У нас вот по прогнозу погоды, я смотрю, суббота. В воскресенье еще держится температура в районе 33-34. Где-то до 37. Ночью 20-22. В общем, ну, ночью прохладно. Но не сразу. Оно как-то остывает медленно. Ну, у меня, конечно, открытые окна. Вчера я вообще сплит-систему с утра пораньше включила. И целый день вот так вот поддерживала здесь более-менее такую температуру. Потому что выше 26 уже как-то жарковато у меня. Ну, у меня 28 вот держится, если без предсистемы. И то это держится такая температура, пока солнце не развернулось. Когда разворачивается, там столбик термометра вообще там до 40 поднимается. Вот, так что я, ну что, к 11 тренировка. В общем, из зоны комфорта придется выйти. Уже жарковато. Но мы с ней по-быстренькому, по-быстренькому, в общем, туда и занырнем в спортзал. И потом быстренько-быстренько я там заскочу, наверное, в соседний магазинчик. И потом бегом-бегом домой. И под сплит-систему залезу и буду целый день ждать. Вот, ну, еще вот в воскресенье перетерпеть такую температуру. Потом у нас резко градусник, температура рухнет вниз. Градусов на 8, наверное, ниже станет. И, в общем, следующая неделя, я так посмотрела по прогнозу, тоже осадков нету. Но 26, где-то там до 28, не больше поднимается температура. И ночная держится в районе 16 градусов. Уже будет попрохладнее, уже будет более комфортная температура. И, в общем, вообще, конечно, удивительно, что лето началось со сплит-системы. Обычно я помню, что сплит-система у меня в течение лета работает где-то месяц-полтора в общей сложности. То есть я где-то, где-то какой-то месяц полностью может работать сплит-система. И там, конечно, за электроэнергию тариф повышается значительно. И где-то какой-то месяц-половину, полмесяца где-то так. А тут уже вот просто с самого начала лета и сразу сплит-система. И не на несколько часов, а вообще целый день. Вот у меня вчера, позавчера целый день сплит работает. До 9 вечера вообще кошмар. Ну, что делать? Погода везде меняется, везде она разная. Я смотрела вчера по новостям, где-то там уже на лыжах катаются. Люди, снег выпал в куртках, на лыжах. Травка лежит, а сверху травки снег выпал. Ну, а где-то аномальная вообще жара. Кстати говоря, я смотрю, что на севере там бывает... Вот началось с того, что там жара была в мае, а у нас прохладно. Сейчас у нас жара там прохладно. В общем, климат меняется, все меняется. И что с этим поделать? Мы с этим поделать ничего не можем. Нам остается только к этому делу приспосабливаться, приноравливаться. И вот так вот. Вот, девочки. Так что, в общем, сейчас уже скоро вот-вот Настя подойдет. Может быть, она вам что-то расскажет, если у нее будет настроение. Если не будет, значит, не рассказывает. Я обычно у нее спрашиваю, есть желание что-то рассказать или нет. Вот такие дела. Ну все, ждем уже Настю вместе с вами. Настюшка пришла, с папой они поднялись, поболтали чуть-чуть, папа убежал на работу. Настя села на подоконнике для того, чтобы посмотреть, как папа уезжает и рассуждает. Говорит, я думала, что ты говоришь, пух. Я думала, пух с неба падает. Оказывается, вот там вот, на дереве, где сережки растут, они распускаются, и из них пух вылазит. А еще я сказала, что я там вижу станицу, просто про станицу бабушка сказала. А я, бабушка сказала, нет, это Батайск, город Батайск. Да, у нас там на горизонте видно Батайск. А Настюля думала, что станицу видно. Но станица больше ста километров, поэтому станицу не видно. А Батайск, он поближе к Ростову находится. А сколько туда ехать? Ну, там от Ворошиловского ехать, то недолго. Недолго ехать. Кто ж любит Батайск? Мне кажется, Батайск ближе, чем западный район, наш жилой массив. А мы когда в станицу ездим, мы, кажется, Батайск проезжаем. Вы проезжаете не Батайск, вы проезжаете немножко другой. Или Батайск у вас сбоку остается? Или другой поселок? Ну, поселков у нас много по дороге. У нас вот так получается. Когда мы едем вперед, я вижу, что там я вижу маленькие такие квартирки. Домики, да? Да, да. Я думала, что это Ростов. А когда мы приезжаем, когда мы приезжаем туда, это Ростов, не помню. Но мне кажется, что это вообще Ростов. Нет, из Ростова выезжайте туда на мост. Через мост переезжайте, через Дон. Это уже вы выезжаете из Ростова. А потом вы уже едете там другие поселки разные мимо проезжаете. Ну, я ездила в станицу, я помню. Вот, так что... А сколько ты раз ездила? Я один раз ездила, еще когда тебя не было, перед свадьбой. Ну, потом как-то вот, видишь, все как-то не это. Ну, я домашний человек, не люблю никуда ездить. Вот такие дела. Так, Настюля у меня клубничку поела. Вкусная клубничка? Сладкая. Сладкая. Чукопай с собой положила я тебе. Вот, полетает. И, в общем-то, сейчас туда-сюда. Я уже буду собираться потихонечку. И скоро мы пойдем на тренировочку. Да, моя дорогая? Угу. Ну что, мы вышли, девчата. Ой, на улице, на солнце. Прямо жарко-жарко. Прямо такое пекло. Ёлки-палки. Ой, мы накидали тут у нас. Все, не буду рассказывать. А, вот так и так видно. Сарафанчики уже я. Потому что, потому что, потому что жарко. Ветра нету совсем. Ни один листочек не шелохнется. Кстати говоря, видели же, вот сколько пуха у меня перед окном, да, много. А кто-то из подписчиков мне написал. А вы уверены, что это тополь? Что-то не похоже на тополь. Интересно, на что же это похоже. Я не знаю ни одного дерева, на котором висели бы такие гроздья, пуха. Я не знаю. Ой, как тут красиво. Видите, у нас уже такие вот. Вот здесь, кстати говоря, в тенистом месте. Какие здоровые повырастали эти. Вот такие вот колючки у нас, да, краски. Вот, тут в тени птички щебечут. Вот такие розочки. Розочки, смотрите, кустарник розовый. Я что-то не видела раньше на нем столько розочек. О, красиво как. Красиво. Они как будто бы искусственные. Они не пахнут? Ну, как они? Нет, они не искусственные. Они растут. Они не пахнут. Красивое дерево с розами. Поставьте лайки, чтобы они начали пахнуть. Так, а вот это у нас, по-моему, это у нас шиповник. Тоже цветочки такие красивые. Похоже, это что шиповник. Ну, идем, идем. Идем. Кругом пух. Птички чирикают. Да, кто-то написал еще в комментариях. Я видела, что у кого-то тоже просыпаются с птичками. Ну, это ж классно. Да, слушать те пения птичек. Когда они не поют, это даже как-то странно. Это подозрительно. Фух. Вот в тени нормально, терпимо. Сейчас уже 30 градусов. А на солнце, конечно, жарко. Но мы на солнце не будем сильно долго тусить. Мелкими перебежками. Да, красотка моя. Мелкими перебежками. Сейчас быстренько прыгнем в автобус. Там нам недалеко ехать. И потом быстрее в помещение зайдем. Там вроде как попрохладнее. С утра уже сплит включила. Без сплита. Не туда и не сюда. Все. Настю я отвела. И уже приехала к себе в магазин в пятерочку. Так, мне надо купить хлеба. Что еще мне надо? Вот, кстати, мёсли хочу посмотреть. Молочко. Молочко вот это я беру. Вот это молочко я беру. 1,5. Цена нормальная еще. Так, я возьму, наверное, 2. Ага. А 2 нету. Только одно. Безлактозное. Это другое уже молоко. Ну ладно, возьму одно. Хотя можно взять одно такое и одно такое. Пусть будет разное. Вот такое. 72. В общем, не поймешь. 72 или вот это 54. Красная цена. А это красная цена, наверное, 54. Ладно, берем. Так, еще я хочу взять мёсли. Ну вот из этих всех видов. Мне вот это больше всего нравится. Вот молли, когда написано запеченный с орехом. Вот эти запеченные с орехом. Вот эти вкуснее. Эти какие-то жестковатые. Здесь очень много и орехов, и изюма. И все такое прочее. В общем, короче говоря, лучше брать повкуснее. Вот с молочком самое то поутру. Так, что дальше? Так, сыр российский. Цена 48.39. В общем, сыр надо взять. Потому что я в прошлый раз брала вот это топленое молочко. Очень вкусный сыр. Он сейчас хоть и по скидке стоит 152.99. Но он очень быстро кушается. Если это в перерасчете на килограмм. Ну, это намного дороже стоит. Понятное дело. Вот. Ну, в общем, насладилась один раз. Теперь российский. Он все-таки поэкономнее стоит. Дальше пошли. Так, ну, а масло я вообще уже вот как привыкла. Я перепробовала разное масло. Ну, вот цена-качество, во всяком случае, это вот эта вот красная цена. Нормальная и цена, и качество. Я его возьму. Пусть будет. Девяносто семь двадцать девять стоит. Нормально. Так, девочки, что у меня тут донесима. Вот это, кстати говоря, в прошлый раз я взяла с изысканным шоколадом. Шоколад вообще я что-то не поняла. Он вообще не тает во рту. Ты его гоняешь во рту, как пластилин какой-то. И он никак не тает. Не понравился мне этот шоколад. Без шоколада было бы лучше. Ну, вот это я брала по акции. Самый лучший. Мне вот этот нравится. Вот этот вот мне тоже понравился. Хороший. Ну, а вкус мороженого не очень-то мне понравился. Ладно, сегодня я не буду творожки вот эти брать, потому что у меня еще они есть. В общем, все вроде бы взяла. Все, девочки, я пришла домой. Что я еще купила? Я зашла в Кущевский, в магазин Кущевский, да? Взяла вот это куриные котлетки. Две штучки, 103 рубля стоят. Да, что-то так захотелось чего-то. Салат, это сельд под шубой взяла. Тоже здесь сколько получается? 478 грамм, почти полкило. 181 рубля. Ну, не знаю. Котлеты я пробовала. Под шубой первый раз взяла. Ну, вот решила, возьми, попробую. И очень мне нравится вот этот вот плетеночка с маком. Здесь очень много мака, очень вкусная булочка. Я это по чуть-чуть режу, ем с удовольствием. Классная. А еще, девочки, я в пятерочке. Ну, я вам там все уже показала, что взяла. Вот взяла еще пломбирчик вот этот. Просто хочу вам сказать, что он вкусный, сарафаново. 12% жирности. Вот. И, ну, он в то же время вкусный и классный. И шоколад вкусный, все. Стоит он 67 рублей. А вот я вам показывала, раньше я брала... Здесь мне кажется, его чуть-чуть побольше. Хотя нет, не знаю. Так, ну, вот это я брала в этом фикс прайсе. Мороженое очень вкусное, я вам говорила. Но здесь жирности побольше. Вот в этом эскимо 19,5 жирности. А жемчужная, которую я вам беру... Видите, жемчужная России. А то, которое я брала с орешками, с миндалем, там 24% вообще. В два раза больше, чем здесь жирности. Вот. Поэтому для разнообразия беру вот... Хоть оно подороже чуть-чуть, но... Вот это вот тоже вкусное, хорошее мороженое. Вообще хочу я вам сказать, хоть я на улице была недолго, но я запарилась. Там, когда дует чуть-чуть ветерок, он вроде немножко обдувает. И вроде как терпимо, нормально. Вот поднялась сюда, наверх. И чувствую, что просто вообще хочется пойти. Сейчас душ просто обмыться, освежиться. И этот пух, какие-то мелкие частицы, они все равно попадают на кожу. И как-то вот немножко, не знаю, я ощущаю, то ли у меня аллергия на пух, то ли что, прям как-то вот немножко что ли чешется все. Как-то хочется просто взять это, сейчас все смыть. Ладно, включила я сплит на всю катушку. Пойду сейчас немножечко обмоюсь и немножко отдохну. Перекушу вот это, попробую сейчас вот эту вот селедку под шубой. В общем, на обед вот такой перекус у меня, на ужин у меня еще есть соус. Вот. Ну, и все, пока. Девочки, смотрю я сейчас сериальчик. Вроде неплохой такой детектив. Так, как он, напарники называются. Нормальный такой детективчик, стоит посмотреть. Решила я, девочки, поесть клубничку. Смотрю сериал и буду кушать клубничку. На этом хочу видео свое закончить, чтобы его уже смонтировать. И, в общем, встретимся с вами уже в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok